Ну как, двоих взяли. И где они? Ребята сейчас привезут, сразу ко мне их в допросную, хорошо? Угу, понял. Так что там твой старшенький? Вчера снова в поликлинику его водила. Опять кашляет? Не слушается. Набегается по дому, потом в воду холодную хлебает. Я врача подговорила, чтобы она ему уколами пригрозилась. И шприц побольше показала. А я вам укол сделаю. Не приставай к людям, дотя. Врач. Спасибо большое. Костя, как ты мог? Ты понимаешь, что ты натворил? Ты его инструктировал? Инструктировал. Но ведь обошлось. Обошлось? Кто тебе сказал, что обошлось? Речь идет о жизни Насти. Но что мне было делать? Они мне записку подложили с угрозами. Деньги оставь в машине. Двери не забирай. Заметим ментов. Пришлем уши твоей куколки. Давай записку. Давай, давай. Почему бы ты Михаилову не показал? Я испугался за Настю. Вы поступили очень глупо. Я бы посмотрел, как бы вы себе поели. Мне кажется, я знаю. Мы не там искали. Надо... Покитители задержаны. Посмотри. Может, узнаешь кого-нибудь? Где Настя? Где Настя, мразь? Я тебе столько помогал, а ты сволочь! Костя! Скотина! Костя! Успокойся! Костя, правда, я не знаю, где она. Костя, за мной. Знаю я этого урода. Еще бы не знал. Славка Кузнецов у меня в компании работает. Шилопай без работы остался. Мать его попросила пристроить, чтобы он без дела не болтался. Зарплату ему хорошую положил, в офисе пристроил. Он сволочь! Он дома бывал у вас? Нет, никогда. Откуда он знает, что вас дочь похитили? Да на работе об этом многие знали. Я предупредил. Подумал, похитители будут звонить. А второго типа встречал когда-нибудь? Нет, впервые вижу. Да у меня в мыслях такого никогда не было. Вчера с пацанами решили пиво попить. Ну, встретились. Ну, я и это... Рассказал, что у начальника дочку похитили. Ну, а Витька взял меня такой, отвел в сторону. Говорит, давай денег наварим легкую. И вы согласились? Нет. Я сначала не хотел. Прямо упирались. Да стрёмно как-то было. Ну, Витька, он матер и две ходки уже сделал. А я... Ну, если где и светилось, то так, по мелочи. И как же ему удалось вас уговорить? Говорит, деньги нужны. Ну, а кому они не нужны? Говорит, главное, позвонить и провернуть все до того, как настоящие похитители объявятся. Мол, риска никакого. Типа, он знает, что делает и так далее. А записка? Перестраховывались? Да. Ну, это Витькина идея. Ну, так, припугнуть на всякий случай. Ну, а девчонку, ну, мы не воровали. Ну, правда. Ну, что, я гнида какая, что ли? Да не при делах мы, гражданин начальник. Мы просто лоха хотели развести на бабло. А если бы похитители позвонили, а деньги он уже передал? А что ему будет? У него этих денег море. Еще бы отдал. Работать не пробовал? Думаешь, что они действительно не похищали Настю? Да я думаю, что это два дебила просто, которые решили заработать на чужом горе. Какой мразь. Что вы за люди такие? Олег Федорович, вы не знаете, что ли? Бывают такие, которые собственных родителей за квартиру убивают. А это просто так, седьмая вода на киселе. Да знаю я. Что делать будем? Кать. Знаете, я не уверена. Но я думаю, что это как-то связано с медициной. Ну, то, что я видела, не очень понятно. Но, мне кажется... Олег Федорович? Да. Михаил Александрович. Няня наша так и связана с Лознюком. Так. Я проверил ее телефонные переговоры, как Михаил Александрович приказал. Она несколько раз связывалась с одним номером. Знаете, который кому принадлежит? Ты можешь говорить по делу, а? Артему, сыну Евгения Лознюка. То есть, получается, она не может не знать самого Евгения, хотя это отрицает, правильно? Значит, вся эта троица связана между собой в похищении. Срочно всех сюда. Отдох. Понял? Олег Федорович, послушайте, вы ошибаетесь. Надо искать двухэтажный дом. Там первый этаж каменный. Какой дом? Он в Киеве вообще? Ну, за городом, наверное. По какому шоссе? Вы издеваетесь? Понял. Ну, там еще белый коридор. Да какой белый коридор-то? Катя, вы не обижайтесь, но вы действительно говорите очень неопределенно. Ладно. Я буду сама искать. Миша, ну, как-то поделикатней с ней. Да что ж не деликатней? Ну, мы сами пригласили человека, и вот теперь вот... Олег Федорович, вы же видите, что она ерунду несет. Да совсем и не ерунду. Между прочим, она сказала о том, что между Лозняком и няней есть ниточка. Нам надо сейчас цепляться за реальные вещи. За реальные. И слава богу, они у нас такие и есть. Леша. Да? Ты не мог бы мне помочь? Мне нужен адрес пропавшей девочки. Ой, не-не-не. Простите, но Михаил Александрович должен дать добро. И знаете, он мне просто голос вернет. Да я понимаю, он мне не верит. И вообще она странно против меня. Да ну чего так? Просто у человека другие взгляды как-то все делается. Ну вот пусть и действуют. А мне нужен адрес. Леша, ну пожалуйста, мне очень надо. Я прошу. Пописывайте. Да я так запомню. Саныч, нет Лознюка в офисе. С утра не появлялся. На квартире их с сыном тоже нет. Ребята оттуда только что отзвонились. Объявляй в розыск. Есть. И еще, поезжай в больницу, допроси няню на предмет знакомства с Лознюком. Понял. Я не знаю, что мне вам рассказать. Все рассказывайте. Вы просто говорите мне о ней. Я понимаю, что вам сейчас тяжело. Но мне надо настроиться на нее, почувствовать. Любая деталь, даже самая мелкая, может оказаться важной. Вы расскажите мне, что происходило с Настенькой за последний год. Ну, что вспомните? Она у нас такая славненькая. А здесь она на детской площадке зимой. Много снега. Она очень любит снег. Я еду в Киев за документами. Завтрак утро, чтобы все было готово. Что с машиной? Только с сервиса все ок. Смотри. Не дай бог еще на трассе встать. Покормили их? Только что. Спят. Проснутся, уколите. Да не вопрос. Проснутся, уколем. Матя, а ты что? Скажите, вы с Настей в больнице лежали? Нет, что вы. Она у нас абсолютно здоровая девочка. Ну, может быть, вы ходили в какие-нибудь поликлиники? Она даже простудой редко болела. Может быть, среди друзей есть у вас медики? Нет, таких нет. Ну, вы же не могли ее совсем врачам не показывать. Ну, в нашей районной поликлинике, где она на учет поставлена. Ну, так, плановые осмотры и все. А можно мне адресы этой поликлиники? Да, конечно. Сейчас. Нет, я не знаю никакого Евгения Лознюка. А его сына Артема? Тоже никогда не видела. И не слышали? Нет. Ну, это неправда. Я допускаю, что Евгения Лознюка вы могли или не знать. Но его сына Артем вы знаете. Или, по крайней мере, слышали. Вы знаете, что это такое? Нет. Это так называемая детализация ваших телефонных переговоров. Вы получили ее у вашего мобильного оператора. Там указано, с кем и когда вы говорили. Мне продолжать? Нет. Артем дал мне деньги. Много денег. Просто, чтобы я слушала и передавала информацию о бизнесе Константина. И все. И все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил, можем побеседовать? Проходи. Миша, ну не там вы ищете. Еще один. В смысле? В прямом. Все знают, где искать, кроме меня. Ты не дай мне дураком-то умереть. Объясни, где? Я серьезно, а ты все в шутке шутишь. Да какие шутки? Ну, давай по делу. Давай. Твои подзащитные в розыске. У меня есть подозрение, что ты знаешь, где они, скрываешь это от органов. Ты, Толь, адвокатской лицензии хочешь лишиться? Чего они бежали-то? Они не сбежали. Они уехали в командировку, чтобы вы их не донимали. Связываются со мной по телефону. Ты объясни им, что от полиции бегать нехорошо. Рискованно. Проблемы будут. Рискованно, Михаил Александрович, искать не там, где надо, когда человек похищен и каждая минута на счету. Вот что рискованно. Я сейчас тебе расскажу, как все было на самом деле. Когда два месяца тому назад из семьи Константина ушла бывшая няня, Артем узнал об этом. И сразу же вышел на новенькую, чтобы она выполняла их поручение. Вот. Следила за бизнесом изнутри. Совершенно верно. Подсудное дело. Не докажет. Толь, ты чего надо? Да помочь я вам хочу. Ты клиентам своим помоги. Объясни им, что я их все равно поймаю. Все, давай, иди. Ну, как хочешь. Проходите. Спасибо. Майор Супрун Михаил Александрович. Тоже по поводу Настеньки Сергеенко. А что, уже кто-то интересовался? Буквально перед вами приходила девушка. Сказала, что из полиции. Правда, у нее не было никаких документов. Поэтому я не стала с ней разговаривать. Правильно. А как она выглядела? Темненькая такая. Очень милая. Знаете? Знаем. Неужели мошенница? Скорее фокусница. Так вот, по поводу Настеньки. А я тебя искала. В разбитой ампуле обнаружены свежие следы вещества, которое принадлежит к сильнодействующим транквилизаторам на основе морфина. Применяется при тяжелых заболеваниях, в частности, при онкологии. Я тебе тут все расписала. То есть, предположительно, ребенку вкололи именно это вещество? Получается так. Зачем ей вкололи такое сильное психотропное средство? Я не знаю. Название можешь сказать? Пока нет, но знаю, с кем проконсультироваться. Вика, сделай, пожалуйста, это побыстрее. Это очень важно. Спасибо. Леха, сгоняй в ближайший онкоцентр, вот это все узнай. Странно все это. Достаточно обычного снотворного, чтобы она не шумела и не мешала похищению. Но сильный психотропный препарат. Вику это тоже удивило. А что там Катя про белый коридор говорил? Врачи? Ну, согласен. Здесь она угадала. Но мы работаем в этом направлении, работаем. Миша, тебе не кажется, что Катя очень часто угадывает? Часто оказывается права. Она же и про ниточку между няней и Лознюком говорила, и все подтвердилось. Может, вам не ссориться и работать вместе? Павел Иванович, так может, и не ссориться. Кто ссорится? Я пойду. Тома, ты говорила, что можешь помочь, если нужна будет помощь. Сейчас как раз такой случай, да. Это не мне конкретно, но помощь нужна. Ага, скоро буду. Не хотят они ничего слушать. А супрун этот вообще меня заполоманную считает. Мне же ничего от них не надо, совсем ничего. Я просто хочу помочь найти эту бедную девочку. Главное, сейчас успокойся. Но они время теряют. Они ищут не там. Я сама сначала не понимала, почему у меня перед глазами все время всплывает этот белый коридор и женщина в белом. Она врач. А теперь я видела и ее лицо. Я могу ее опознать. Я тебе тоже готова помочь. Только скажи мне, чем. Мам, а я не буду вам с тетей Катей мешать, если позанимаюсь. Нет, ну что ты, иди занимайся. Представляешь, он сейчас разучивает рондо и сонат из Сиби-боль-баха. Представляешь, он это изучает только в седьмом классе, а он уже сейчас. Я в музыке вообще ничего не понимаю. Но это очень сложно для его возраста. Мама преувеличивает. Это, безусловно, нелегко, но при должном старании сложности не представляет. Ты большой молодец. Я даже не представляю себе бедные родители. Мама ее плачет все время, ей места себе не находит. Я же знаю, что я могу помочь. И женщину эту из моего видения я видела в Настиной поликлинике. А в поликлинике в этой что они говорят? Да они стали меня слушать. Я же не сотрудник полиции. А я точно знаю, что я не ошибаюсь. А может, она там раньше работала? Да не знаю я. Вот поэтому мне и нужна твоя помощь. А я, кажется, могу тебе помочь. Я знаю, к кому обратиться. Тим, привет. Можешь говорить? Что? Ты на работе, что ли, сейчас? Мне нужна твоя помощь. У меня тут Катя сидит. Да, та самая. Да. Разрешите? Вот. Все как просили. Что это? Документация по психотропным препаратам интересующей нас группы. Вот список учреждений, где его используют. Все мое. Сколько их здесь? Я даже не знаю. Но я там отдельно выделил клиники Киева и области. Там где-то несколько десятков будет. Так что... Вот. Сотрудники Киева и области, которые имеют доступ к интересующим нас препаратам. А этих сколько? Ну, там где-то с врачами и сестрами, которые уволились, работают около 500. Петя, Антох! Короче, здесь списки врачей, имеющих доступ к препаратам, и списки врачей поликлиник, где наблюдались Настя и остальные пропавшие дети. Делим по-братски, ищем пересечения. Это должен быть один и тот же человек. Мне оставьте что-нибудь. Угу. Леха. Да. Спасибо тебе огромное. Стараемся. Сегодня дома опять не ночуешь? Ну, ты посмотри на это. Ну, это до завтра. А подопечная твоя где? Вик, я понятия не имею. Ты узнавала? Узнавала. В разбитой ампуле вещество MRV-12 это сильнодействующий транквилизатор, обезболивающее на основе морфина. Сейчас проходят клинические испытания. Где? В пяти онкоцентрах и трех хосписах. Я написала тебе адреса. Так что твой список имеющих доступ к веществу врачей значительно сократился. Спасибо. Помощь нужна? Ну, конечно, нужна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Привет. М-м-м. Ну. Получилось? Ну, когда это у меня что-либо не получалось? Ты что? Успех это мое второе имя. Тим, не тяни. Ну, позвонил Сергей Степанович. Тот поднапряг своего зама. а с замами списки подогнал. Кстати, Сергей Степанович тебе привет передавал. А что ты заезжал? У тебя их куча дел. Спросил был на электронку. Да нет, нет, нормально. Доброе утро, Тимофей. Привет. Мне сказали, тебе помощь нужна? Да. Ну, в общем, вот флешка. Здесь списки всех сотрудников, поликлиники, по совместительству, те, кто там работал, работает. В общем, все. Спасибо большое. Это она. Это она. Капко Галина Евгеньевна. Угу. Ой, смотри, здесь есть и адрес места работы ее. Ага. Можем поехать прямо сейчас, если хочешь. Я на машине. Мужики! Накопал что-то? Накопал. Ну что, уснули, что ли, там? Петь, смотрите, какая штука. Все трое детей отличаются отменным здоровьем. За последнее время все трое проходили через руки одного и того же врача. Скопко Галина Евгеньевна. Что интересно, что за прошедший год в течение двух месяцев она трижды брала на себя социальную нагрузку и работала в обычных поликлиниках. Где зарегистрированы эти пропавшие дети? Я думаю, объяснять не надо ничего. Но самое интересное, что она работает врачом в детском онкоцентре, где применяется МРВ-12. Все, поехали брать ее. Давай. Лех, ты из-за старшего остаешься. Ну и приберешь здесь все. Это она. Она сейчас уедет. Угу. Ну так поехали же. Ну погоди. А вот теперь поедем. Здравствуйте. Дело в том, что Галины Евгеньевны сегодня нет. Почему? Она отпросилась. Она приболела, ушла совсем недавно. Ее не будет несколько дней. Вы уверены, что она сегодня не появится? Конечно. Это просто запрещено. Дело в том, что наши детишки, ну вы сами понимаете, они очень восприимчивы и совершенно по-другому переносят даже элементарную простуду. Не так, как здоровые дети. Если вдруг она сегодня появится, вы не говорите ей о нашем визите. Как скажете. А что случилось? Ничего страшного. Просто зачем ее лишний раз волновать, тем более она приболела. Хорошо. До свидания. Спасибо. Петь, пеленгуйте систему навигации машины Скопко. Она явно куда-то в область едет. Ну что, звони майору, будем брать. Алло, Михаил Александрович, это я. Мы нашли Скопко. Это... Я знаю, кто это. Мы едем за ней. Куда едете? Кто мы? Я и Дима. Я потом объясню. Так, ну-ка давайте обратно. Хотите, чтобы вам голову оторвали? Пинкертоны хреновы. Но она уйдет. Никуда она не денется. Я сказал... Алло. Разрядился. Твою мать, а! Она телефон выключила. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот, приехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А что дальше? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну как что? Ну, будем продолжать слежку? Эй, не бойся. Я с тобой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА От самого Киева за мной слезили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В домах, быстро! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ты крепкая девочка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Очнулась. А вот парнишка твой хиловат оказался. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты зачем за мной следила? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты кто? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Зачем украли детей? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эти двое слишком много знают. И че? Я все сказала. Так не договаривались. Это совсем другая статья. Зато срок тот же. Ты думаешь, тебе год условно дадут за похищение детей? Нет, Галин. Дальше без меня. Дима. Дима. Дима, 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 вставай, Дима. Просыпайся. Ты живой? Дим, ты живой? Вставай. Дима, вставай. Дима, вставай. Детей искать надо. Вставай. Это машина с Капко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ О, где дом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настя! Маленький мой! Маленький мой, Настенька! Маленький! Сейчас пойдем. Не бойтесь. Маме пойдем, мама ждет. Пойдем. Пойдем, хорошо. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Парни, сейчас. Ой, обратно. Да-да-да-да. Лежимся. Тихонечко. Тихо-тихо-тихо. Все, садимся. А мы сейчас... НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А зачем мы не палку за ним? Неси бензин. Идите в машину. Быстро! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Нам сюда. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Запрыгались. Сейчас водогреем вас. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Тихо. Тихо. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Дети где? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну, зачем ты полезла? Ну, кто тебя просил? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Лучше меня не видели. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Тихо-тихо-тихо-тихо. Все в порядке. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ой, дети... Что с этими? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Антоха и Петя с ними. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Тимофей, я живой? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Лежи. Скорая уже едет. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Значит, не желаете говорить? Думаете, мы не доберемся до сути? Хорошо, давайте я вам сам расскажу, зачем вы похищали детей. Вы работали в хосписе с онкобольными детьми. А ваша клиника сотрудничает с медцентром в Гамбурге. Три месяца назад вам поступило неожиданное предложение отправить туда, в Гамбург, трех тяжелобольных детей для лечения, у которых вы были лечащим врачом. Только так случилось, что когда все документы на вывоз и лечение детей были готовы, эти трое детишек, к сожалению, умерли. В короткий промежуток времени, один за другим. И это было не случайным совпадением. Я это докажу. Не говорите ерунды. Последняя стадия рака, они были безнадежными. Да, да. Только умерли они после того, как были похищены первые двое детей. А это свидетельствует о том, что вы действовали не спонтанно, вы готовились заранее. Информацию о смерти детей вы от своих зарубежных партнеров тоже скрыли. Иначе ваш план мог бы сорваться. В хосписе о ваших делах тоже никто ничего не знал. Вы планировали вывезти здоровых детей по документам умерших. А чтобы по дороге не возникло никаких проблем, ваши подельники несколько дней подряд кололи здоровых детишек тяжелыми психотропными препаратами, которые превращали их в растения. Опоздаемо на несколько дней. Куда вы планировали передать здоровых детей? На усыновление. Что вы врете? Мы вскрыли вашу почту. Вы вели переговоры с медцентром Global Medical. А он специализируется на трансплантации. Вы видите? Вы сами все знаете. Впрочем, я могу вам попытаться кое-что объяснить. Вы не медик. Вы мыслите по-другому. Каждый человек обречен от рождения. Он приходит в этот мир, чтобы умереть. Раньше, позже. Не столь принципиально. Если бы вы видели каждый день смерть, поверьте, вы мыслили точно так же. Каждый из этих детей мог бы спасти не одну, а две, три и более человеческих жизней. Это всего лишь простая арифметика. Да, она может показаться вопиющей, страшной, дикой. Но согласитесь, с этим сложно спорить. Практически невозможно. Вы что, не согласны? Я же говорила, вам меня не понять. Вы не врач. Таковы не врач. Нас человеком-то нельзя назвать. А это вам от Настеньки. Ой, спасибо большое. Передавайте от меня ей большой привет. Обязательно. Мы надеемся, что вы теперь будете у нас частым гостем. Обязательно. Как она? С ней работают психологи. Прогнозы хорошие. Да. Врачи говорят, что из-за того, что маленький возраст, она все быстро забудет. А с ней все будет хорошо. Это я вам наверняка могу сказать. Спасибо. Да, и вот еще что. Мы вот подумали с Алиной и решили, решили подарить вам квартиру в Киеве. Нет, нет, нет. Извините, но мне ничего не надо. Она уже оформлена на вас. Мы знали, что вы будете отказываться. Да. Пожалуйста, это самое маленькое, что мы можем сделать для вас в благодарность за спасение нашей Настеньки. Конечно. Олег Федорович, ну вы смеетесь? Даже не улыбнулся. Ну мне мало проблем, вы еще это подбрасывайте. Ну... Сам потом вручишь благодарить. Если не повешешься. Да. Вечно вручишь. Да, я признаю, она помогла, но я бы сам их нашел. Тогда ты также должен признать, что она, не будучи профессионалом, вышла на преступников на шаг впереди вас, профессионалу. Молодец, девчонка. Дим, ты чего придумал? Ты как вообще сюда доковылял? Товарищи по палате помогли мне организовать победу. Это вот тебе. Ой! Ой! Ой, падает! Боже! Ты сумасшедший! Ой! Ты как? Нормально. Ты старался мне пойдешь? И как ты себе это представляешь? Ну, я закажу себе бульон и буду через трубочку Иван. Ты точно сумасшедший. Ну, знаешь, про тебя тоже много чего говорят. А, нет. Нет, я имел в виду, когда нас он выкушил. Хорошо. Тимофей, это что такое? Что? Я вас по всему этажу обыскалась. Вам лежать надо. У вас серьезная травма головы. Ой, точно! Ай! Голова! Помогите мне встать! Ой! Все! Ухожу! Ухожу! А это что такое? Что? Где вы это нашли? Ну, что ж вы? Вы ж так! Не ты! Ну, вы все! Идите! Идите! Отдыхай! 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 Здравствуйте! 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 Это вам. Спасибо. Ну, как вы себя чувствуете? Получше? Да. Мы с Михаилом Александровичем выражаем вам огромную благодарность от всего коллектива. Так? Так. Ну, что вы, мы с Тимом ничего не сделали это все. Михаил Александрович, вот если бы не он, то детей бы увезли. Ну, не скромничайте. Если бы не вы, страшно подумать, что бы с детьми было. А за мою внучку вам особая благодарность. У вас бесценный дар помогать людям. И это надо использовать. Вот, Михаил Александрович, меня тут всего просил о расширении штата. Так я не против. Так что делаю вам официальное предложение стать нашим сотрудником. Добро пожаловать. Спасибо. Это вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Я никогда не видела, чтобы приходил кто-нибудь к ней. Ну, я всегда думала, да ладно. Зато по работе у нее все хорошо, и вот тебе. Пойдемте. Пойдемте. Подождите. А? Здравствуйте. Здравствуйте. А я на работу. А я в курсе. Хорошего дня. И вам. Если раньше жертвы отделывались просто по бойме, то сейчас у нас труп. Поэтому преступника нужно поймать быстро, если не хотим получить новый труп. Здравствуйте. Мы уже на место преступления съездили. Как? Ну, я же вроде не опоздала. Товарищи офицеры, гражданка экстрасенс сейчас нам все разрулит. С первым рабочим днем. Вы не волнуйтесь. Пожалуйста, проходите. Располагайтесь. Это ваше рабочее место. Вот тут чай, чашки, можно все приготовить, перекусить прямо на месте. Да. Спасибо большое. А, значит, что мы имеем. За последний месяц у нас два одинаковых по почерку грабежа. Преступник грабит богатых женщин исключительно утром. Это нападение третье, и сейчас у нас убитая женщина. Убитая Сазонова Антонина Михайловна работала финансовым директором в крупной сети супермаркетов. Там на закупках крупные дела крутятся. Может, это сведение счетов о ограблении на сценировках? Да я не думаю, что это преднамеренное убийство. Скорее всего, оно просто сопротивлялось сильнее, чем другие. Хотя эту версию тоже надо проверить. Сгоняй к ней на работу, узнаю там, что как. Может, конфликты были? Есть. Так, значит, грабежами у нас, Анток, занимаешься ты, поэтому слово тебе. Жертвы его не видят. Работает очень быстро. Нападает сзади, закрывает рот шапкой. Это отметили обе предыдущие пострадавшие. Наносит несколько ударов, грабит и скрывается. Также жертвы отметили красную полоску на рукаве куртки и необычный запах одеколона. На руку одеколона остановить удалось? Пока нет. Я пострадавших даже в парфюмерный магазин водил. Никакого толку. А сколько он на прежних делах с ним? От тридцати до сорока тысяч гривен. Неплохо за один рабочий день. В общем, Анток, Петь, знаете, что делай, давайте, приступайте, вечером доложите. А ну, что делать? А для вас, старший лейтенант, и для Екатерины Сергеевны, у меня есть особое поручение. Так, значит, ознакомьтесь и приступайте. Простите, но я думала, что я буду помогать вам раскрывать важные дела. А у нас нет важных и неважных. У нас все дела важные, просто они различаются разной степенью тяжести. Для гражданина Семкина это, конечно, не трагедия, трагедия, но очень неприятное происшествие. Поэтому преступник должен быть пойман и понести заслуженное наказание. Ознакомьтесь и приступайте. У вас все равно не получится отстранить меня от важных дел, как бы вы ни старались. Жаловаться будете? Нет. Работаете? Что там такое? Старый велосипед из подъезда украли. Три месяца назад. Поехали. О, Мишанин, здорово. Слышно, тебя можно поздравить с новой сотрудницей? Ну? Я прям вижу эту картинку. Захожу к тебе в кабинет. Благовоние, полумрак. И опера твои такие убубные. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Давай, иди. Ладно, ладно, давай. Я все. Мало того, что эта сволочь уже две недели безнаказанно у меня в районе женщин грабит, так теперь он еще и трупы за собой оставляет. Пока только один. Это пока, Миша. Почует кровь, поймет, что терять нечего. Ты это не хуже меня знаешь. Найдем. Очень надеюсь. Катя вышла на работу. Подключил ее? И пока поручил, другое дело. Какое? Кражу. Ты что, издеваешься? Олег Федорович, ее нужно сначала зам следственной работы обучить, с розыскной процедурой ознакомить, ну а там дальше… Миша, не крути. Азы и процедуры – это все ваше дело. У нас труп на руках, а ты начинаешь ей школу милиции устраивать. Давай, привлекай ее к работе. Я ее пока к Бойко прикрепил, пусть несколько дней с ним поработает, там дальше посмотрим. Миша, с тебя спрошу. Понятно, что с меня. Миша, разрешите идти. Иди. Миша, с тебя спрошу. ПОТИТСКИЙ СПАНОВ Иди. ПОТИТСКИЙ СПАНОВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День добрый, полиция. Здравствуйте. Здравствуйте. Велосипед у вас украли? А вы что, его нашли? Ну, нет пока. Ну, ладно, хоть ищите. А то я уже и рукой махнул. Три месяца прошло, вы мне-то заявление брать не хотели. Вещь старая. Я думал, вы наплевали на это дело. Ну, что ты тут плюнешь? Мы же понимаем, что для вас-то потеря, если не трагическая, то неприятная. Ну, на самом деле, он мне дорог как память. Он мне от отца достался. А расскажите, как это произошло? Я его вот там вот храню, а утром выхожу, а его нет. Замок был? Ну да, я его к трубе пристегивал. А может быть, есть фотография велосипеда? Ну, я поищу, где-то должно быть. Секундочку. И не лень-то кому-то было с замком возиться. Велик же древний был, да? Да, в заявлении было написано, что он был куплен в середине 60-х. Господи, и это с этим хламом нам надо возиться? Зультишь, но обидеться же. Вы знаете, нашел. Смотрите, вот это мой отец, а вот это велосипед. Ага. У него волосы длинные. Что? У человека, который за свет украл волосы длинные, говорю. А вы с ним знакомы? Нет, ну я не ошибаюсь, я точно знаю. Надо искать. Мы возьмем фотографию? Берите, только потом обязательно верните. Хорошо, обязательно. До свидания. Как я и предполагала, в этот раз он был предельно аккуратен. Отпечатков пальцев не оставил. Видимо, есть криминальный опыт. Ну, еле детективы любят. Хотя, ты права, опыт. Кстати, пятнышко на блузке Сазонова и все-таки кровь. И еще любопытный факт. На двух передних зубах миниров у нее трещина. Либо она так неудачно позавтракала, что навряд. Либо, могу предположить, что защищаясь, она укусила убийцу. Да так сильно, что почти сломала два передних зуба. Правда, остатков биоматериала нет. Видимо, кусала через ткань. Отчаянная. Жаль, что ей это не помогло. По крови ты мне сразу сообщи результат тогда. Ну, надеяться, что это не кровь жертвы. Тогда у нас будет хоть какая-то зацепка. Слышала, твоя красотка на работу прискакала. Вик, ну ты опять за свое? Ну, я же женщина. Я волнуюсь. А это кому так повезло? Секрет. Потом узнаешь. А это что? Наверное, результаты экспертиз. Кровь на манжете блузки Сазонова и чужая. Я вижу. С чего ты решила, что у него длинные волосы? Увидела так. Жаль только. Лицо размыто. Не смогу узнать. Я просто не могу понять, как ты это все видишь. Да я сама не понимаю. Да. Катюш, здравствуй. Как твои дела? Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Теперь в полиции работаю. В отделе у Михаила Александровича. Вашего сына. Да. Начальство будет обижать. Звони. Я сразу его заушу. Обязательно. А ты почему ко мне в гости не заходишь? Да я обустраиваюсь пока. Непривычно как-то в новой квартире. Пусто там как-то. А давай-ка я тебе цветочки в горшках подаю. Сразу уютнее станет и светлее. Заходи вечером. Хорошо. А если часов восемь? Не поздно будет? Я к подруге Ане обещала заскочить. Представляете, хотела пирожковый спечь. Открываю духовку, а в ней в рот у меня нет. Она свой обещала одолжить, пока не куплю. Да давай я тебе свой дам. Да нет, там ждать уже будут. А потом я сразу глава. Ну договорились. Договорились. Добегался. Думал не догоним? Да за что ты? Чего я взял-то? Текушечку да колбаску. Идем с нами. Его не случайно убрали. Вор хотел именно это делать себе. Ты дуру греть? Зачем? Ну я не знаю зачем. Ну, ощущение такое, что его прям выслеживали. Слушай, знаешь, ну если ты думаешь, что там была какая-то конкретная цель. У меня просто есть тут на примете одна мастерская при моде велосипеда. Давай туда зайдем. Ну может что узнаем. Давай. Алло. Выходим. Как раз. Осторожно. Хлам, говорите? Ну, велику 54 года. Это старт шоссе. Говорите 65-го года? Да, 65-го точно. Ну, тут главное, чтобы рама была в хорошем состоянии. А, трубки, седло, гвезды, уже дело десятое. Каждый делает на свой вкус. Так, а по деньгам сколько у кого может получиться? Ну, если слегка подреставрировать, то тысяч на пять потянет. Доллар. Ну, если правильного покупателя найти. Ничего себе. Материальных чуйков. Ну что ж, тогда спасибо большое. Вы нам очень помогли. Пожалуйста. Приходите. Добрый день, Татьяна Борисовна. А я к вам. Пустите? Случилось чего? Нет, просто решила заехать к вам в гости. А Миша где? Работает, я одна. Поговорить с вами хотела. Входи. Мы с Мишей решили пожениться. Поживем, увидим. Понимаю, что для вас это не самая приятная новость. Видишь, ты сама это сказала. Послушайте, давайте все-таки как-то пытаться находить общий язык. Я пыталась, только тебе это было не нужно. Ну, можно было бы уже как-то меня и простить. Хотя, если честно, я до сих пор не понимаю, уж что такого я вам сделала. Мы все-таки с вами две женщины, которые любят одного мужчину. Знаешь, ты любовь с привычкой-то не путай. Тебе просто удобно за его спиной. Субтитры сделал DimaTorzok Извините, пожалуйста. Нам рассказали, что к вам можно обратиться. По поводу. А вот мы с мужем хотим подобрать нашему другу подарок. Делайте привет. Старт 16 середины на 60. Да, нам сказали, вы можете помочь. Я таким не занимаюсь. А кто вам про меня такую глупость сказал? А я не помню его имени, к сожалению. Ну, он такой, с зелеными волосами. У меня таких знакомых нет. Слушайте, вы можете ближе к вечеру подъехать. Здесь народ собирается. Может, кто и поможет. А, зайка, подъедем к вечеру? Да вечером мы нужны, а мы мамы. Ну что, отломался твой рентген? Нет, он точно что-то знает. Я не почувствовала опасность. А еще, Леша. Да. Еще раз назовешь меня зайкой, преврошу тебя в земляного червя. Кать, я же играл. Леша, смотри. Пойдем. Толь, принимай. Чего натворил? Пытался бутылку из магазина украть. Анташа. Анташа, здравствуйте. Я Зуйко, Валентин. Меня ограбили на прошлой неделе, помните? Да, Валентина Петровна, конечно. Что случилось? Вы меня еще в магазин парфюмерный водили, чтобы я унюхала духи, которые были на грабителе. Да. Так вот, я сегодня ходила к мужу день рождения через неделю. Я хочу ему духи купить. Я унюхала запах. Вот он, даже купила специально. Отлично. Добрый день, полиция. Стоять! Руки за голову, быстро! Сминой ко мне. Развернулся! Звони в дежурку. А, ага. Ой, звоню. А что говорить? Наряд вызывай. Скейт-парк у Гаванского моста. Под Гаванским мостом. Ага. Здравствуйте. Нам нужен наряд полиции в скейт-парк под Гаванским мостом. А, да, это Катя. А что? А мы преступника поймали. Да, хорошо. Сказали, будут скоро. Отлично. Под дождем. Там сейчас этого велосипедиста приведут его сразу в допрос. Хорошо? Угу. Первый день на работе, а уже слово. А? Да мы там кучу велосипедов всяких разных нашли, но вот нашего как раз не оказалось. Так что? Жаль. Начальник отпусти, а? Его отпускали? Нет. Ну, сиди. Хочешь, я расскажу, где мужика найти, который бабу грабит? Откуда ты его знаешь? Ну, кто же его не знает? Все знают. Ваши на районе все ухи проружжали. Я его видел. Отпустишь? Скажу, где. Чего тебе? Он врет. Ты думаешь? Да, врет. Не, ну, доложить все равно надо. Да. Разрешите? Да. У нас там в дежурке бомж, говорит, видел грабителя, который на женщину нападает. Отлично, я его допрошу потом. Он врет. Я разберусь. Вы велосипед нашли? Только что привезли задержанного вора. Молодцы. Быстро сработали. Хрустальный шар помог? Может, уже поручите что-то более серьезное? Идите в велосипеды ищите. Все. Свободно. Черепашки. Ты знаешь, я вообще, когда про этот велосипед думаю, он меня все время тянет в район, где его украли. Я дом вижу. Старый дом. А квартира? Шесть. Вот там он, где-то, должен быть. Ну, хорошо. Поехали. Привет. Здрасте. Поехали. Слушай, это кто? Ну, да так, новенькая. Кстати, Стас, ты не хочешь к нам отделение привезти? Нет, это что мы там с Юлей. Кстати, тебе, Тюля, привет. Спасибо. Командир, отпустишь, да? Ты мне поторгуйся еще. Это ты мне что-то хотел рассказать, а не я тебе. Ну, в общем, уснул я на лавке. Слышу, дверь подъезда хлопнула. Я глаза открываю, выбежал какой-то мужик в спортивном костюме. А потом там ваши с мигалками понаехали. Оказывается, бабу какую-то порешили. Ты как мужик выглядел? Здоровый такой. У него еще такая красная полоса здесь на рукаве. Это я и без тебя знаю. Ну, я его видел раньше. Где? Он по набережной по утрам бегал в конце лета. И сейчас периодически бегает. Я видел. Можешь показать, где именно? Бутылочку, пристишь. Врать не будешь, прощу. И колбаску. Здравствуйте. Какие велосипеды? Не видела я ничего. Я вообще к бабушке погостить приехал на пару дней. У меня тут у дочери коляску вчера украли. Вечером была, утром просыпаемся, нету. Я что, на велосипедистку похожа? Нет, здесь только бабушка на коляске. Инвалидная. Вы получше коляску нашли. Кать, слушай, ну его нахрен этот велик. Правда. Может, это вообще не тот дом, а я сейчас кого-нибудь пристрелю случайно. Я уже созрел. Ну, не знаю я. Ну, все, пошли. Ну, может, действительно. Ну? Леша. Катюш, ты лучше расскажи, как она в полиции работает. Трудно. Ну, я же только первый день вышла. Да, для этого помогла два дела раскрыть. А я всегда говорил, у нас в городе люди талантливые. А все почему? Потому что природа. Ну, какая природа, пап? В чем ты говоришь, город? Деревня захолустная, серая. А с природой только яма и колдобины. А вот тут ты не права. Нельзя так к родным местам относиться. Да. Ну, спасибо большое. Я уж пойду. Да, посиди. Мне еще к Татьяне Борисовне за цветами надо. Да не спеши. Ну, действительно, завтра рано на работу вставать. О, ребята с кино вернулись. Всем привет. А Катя рассказывала, как мы с ней бандитов ловили? Да ну, чего ты. Встава в больнице отлеживалась. Да, рассказывала. А дедушка Игорь меня полетку клеить научил. Ты лучше расскажи, сколько ты разбил, пока научился клеить. Между прочим, она дорогая. А ты как хотела? Так все по первой и учатся. А Ванька у нас. Мужик хватки растет с руками. Моя порода. Всем привет. Привет. Ты молоко купил? Ой, прости, забыл. Забыл. Почему меня это не удивляет? Ой, слушайте, а я же в субботу буду новоселье праздновать. Вечером. Всех жду. Шумная компания намечается? Да нет, только свои. Значит, и я буду? А давай ты дома побудешь с няней, хорошо? Ну, мам, я тоже хочу к тете Кате. Там собираются только взрослые ванны. Тебе будет скучно, поверь. Ну, здесь же тоже только взрослые. А мне совсем не скучно. Я хочу с вами. Па! Ну, давай его с собой возьмем. Вась, ты можешь мне хоть раз не перечить? Для разнообразия, вот просто. Воспитатель. Я говорю ребенку одно, тебе обязательно нужно ставить что-то другое. Только главное, чтобы не так, как я сказала, да? Нет, он останется дома, все. Ну, ладно, ладно. Все, я пойду, всем пока. Я провожу. Тимыч, может, тебя надо кормить? Вася, ну, чего она? Я сам не знаю, дерганная какая-то. Ну, ладно, спасибо. Да не за что. Давай. Держись. Ну, попей хотя бы чай. А, да нет, я пойду уже тоже. Завтра совещание по рекламной кампании, нужно презентацию подготовить. Вот. К тому же, ты знаешь, я чай люблю с молоком. Всем пока. Катя. Давай я тебя до метро подкину. Да ладно, Тим. Я и сама доеду, тут метро недалеко. Ну, зачем же, вдвоем веселее, а к тому же поздно уже. Да, действительно, поздно. Ну, ладно, убедил. Кстати, ты мне обещал еще в ресторан месяц сходить? Или ты соглашаешься только тогда, когда я в гипсе и в бинтах? Слушай, а ты что, нажала, что ли, давишь? Да нет, что-то нет. Ну, ладно, хорошо. Заезжай после работы. Завтра. Да? Ладно. Вася, отстань. Ань, ничего тут. Ничего, просто не трогай меня, хорошо? Вообще, купите молока. Я пришла к ней мириться. Между прочим, как ты хотел. С открытым сердцем, с тортом, а твоя мама... Ну, и что моя мама? Я сказала, что мы женимся, а твоя мама ответила, поживем, увидим. Миша, ничего смешного. Я пришла с ней поговорить по-доброму. Между прочим, тебе хотела угодить. Вик, у меня завтра тяжелый день. Хватит меня накручивать, это моя мама. Ее характер. У тебя тоже характер. Просто не надо было ни одной ходить. Да, мам. Да, буду минут через двадцать. Пожаловаться на меня решила? Нет. Лекарства просила привезти. Дверь закроешь, потом ключики в сейфе. Держи. Ой, у меня у Сенигородки весь дом в цветах. Ну, как же можно без цветов? Без них же улюта никакого нету. Спасибо большое. Забирай. Ну, тяжеленный, наверное, да? Как ты его дотащишь? Да нет, ну... Да ни сока к ним будет. Слушай, у меня идея. Дай-ка чаю с тобой попьем. Татьяна Борисовна, мне домой надо, мне там доставка будет. Да подожди, твоя доставка десять минут. Ничего с ней не случится. А у меня, между прочим, есть тортик. Ну, что, давай пойдем, пойдем. Ну, если тортик. Конечно. Давай, давай, давай. А то все, я одна. Да, одна. Проходи. Татьяна Борисовна, я уже пойду. Спасибо вам большое. Нет. Еще кусочек торта. Тогда пойдешь. Ну, правда, поздно уже. Не выдумывай. Кто-то к нам в гости. Мам, купила тебе таблетки. Как ты себя чувствуешь? А, ну, это прошло все. Мы вот тут с Катюшей чай пьем. С тортиком. Добрый вечер, Михаил Александрович. Добрый. Ну, как тортик? Гадость магазинная. Я лучше пеку. Да. Ты мне вот что скажи. Ты на машине? На машине. Очень хорошо. Значит, я тут Катюшу нагрузила горшком с цветком. Тяжеленным. Она девушка хрупкая. Подвези ее, пожалуйста, домой. Вас подвезти. А вы, знаете... А я, пожалуйста, соглашусь. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Я вам очень благодарна, что предложили меня подвезти. Было неожиданно, но очень приятно. Катенька, так у нас лифт не работает. Я понимаю, закон подлости. Пойдемте. Спасибо. Я на десятом живу. А я у меня редко. Пожалуйста. Смотрим с Лехой. А он там стоит. Старт шоссе наш. Знаешь, забавно получилось. Михаил Александрович, а что теперь будет с велосипедом? Покупатель. Он же не знал, что велосипед украден. А что будет? Вернем владельцу его велосипед, а этот все новый курят. Понятно. Ну, а как... Пожалуйста, давай потом. Мама, это какой этаж? Это восьмой. Чуть-чуть осталось. Проходите. Вот сюда. Настал, пожалуйста. Если можно. Спасибо большое. Цветок. А, цветок сюда. Спасибо большое. Я вам, правда, очень признательна. Давайте я вас хоть кофе угощу. Я варю прекрасный растворимый кофе. Теперь я вас просто обязана пригласить к себе в субботу на новоселье. А-а-а. Так, а... Что же, новоселье на коробках вы будете отмечать? Ну, получается так. Так давайте я вам помогу. Нет. Хорошо. Так, отвертки есть в доме? Нет. Прекрасно. Несите нож. Ага, хорошо. Катя! Лучше чай. Так точно. Чай. Чай. Чайок. Какая красота. А это кто у вас? А, это... Это кот Кузя. Я сама нарисовала. Ну, самой скучно, с ним можно поговорить. Так заведите себе настоящего. Обязательно заведу, только обустроюсь. С животными всегда веселей. Чай. Угу. Чай. Все. Пойду, время уже много. Угу. Ехать пора. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Всего хорошего. Всего хорошего. Да, Вик, я еду уже. Давай. Вот он. Приготовились. Стой. А вот это. Стоять, полиция! Поарестованы. Петь, Петь. Все нормально? Отлично. Его везем в участок, а потом к нему на квартиру. Солнце. Отлично. Жень, вы сказали о том, что вы домохозяйка. И ваш муж не работает уже три месяца. Можно нескромный вопрос? На что вы живете? Игорь недавно нашел новую подработку. Вот там не часто нужно приходить, но деньги выплачивают регулярно. Ну, вот так теперь и крутимся. Что за подработка? Я не знаю. Я спросила как-то, но он просто отмахнулся. Вы знаете, он очень гордый у меня. И, наверное, работа какая-то непрестижная. Миша, а можно тебя на минутку? Да, да. Смотри. Вторая жертва указала именно на этот регулон. И первая жертва подтвердила, что запах тот же. Жень, ваш муж часто уходил по утрам? Игорь бывший спортсмен, боксер. Он каждое утро бегает. Но он не мог этого сделать, честное слово. Это потому что он в жизни никогда никого не обидел, ничего не украл. Ну, с этим мы разберемся. А у него есть еще какая-то недвижимость? Квартира, другая, дом? Нет, да что нам? Мы же не богато живем. Все, теперь не отвертится. Составляю описи. Он воровал велосипеды или под заказ, или переделывал их до неузнаваемости и продавал через другие сайты. И я должен сказать, что мы вышли на него только благодаря Кате. Миш, слышишь? Ага. Надо использовать способности нашей новой сотрудницы. Да, она прям как рентген. Все видит. Что у тебя по грабителю? А что, по грабителю взяли, в квартире обнаружили тот самый одеколон. Ну, в тайнике сняты с жертв украшения. Так что мы и без рентгена нормально справляемся. Михаил Александрович, а при задержании преступника Петя сильно досталась? Что, Миша, в точку? Об этом уже полотдела говорит. Так, давай, привлекай ее к более серьезным делам. И на допросы с собой бери. Есть. За что вас уволили с прошлой работы? Не сошлись характерами с прошлым начальником. Прошлому начальнику вы взломали нос. Сам напросился. Мы говорили с вашими предыдущими работодателями, они сказали, что у вас нет. Я не знаю, что вас уволили за агрессивное поведение. Это было давно. И это вряд ли кого-либо касается, кроме меня. Я бы так не говорил. Это характеризует вас как нездержанного и агрессивного человека. К тому же у вас есть судимость. Драка с тяжкими телесными. Она давно погашена. Сазонова Антонина Михайловна, на которого напали 3-го числа этого... Я ни на кого не нападал. Вы сломали ей шею. Она сопротивлялась? Послушай, не надо на меня вешать то, чего я не совершал. Тебе дело закрыть надо? Найди себе какого-нибудь другого гуся. Его и разводи. Чушь какая-то. Скажите, а вы давно курите? Еще чего не хватало. Я всю жизнь занимаюсь спортом. Даже дым не выношу. Ну, что у нас духи сегодня подсказывают? Это не он. Вы издеваетесь, что ли? Я не понимаю просто. У вас там в вашем рентгене никакая деталь не полетела? Вас сначала бомж врал. Мы по его наводке убийцу взяли. Теперь у вас этот не тот. Но это не он. Что вы еще придумаете, а? Интересно просто. У нас есть прямые доказательства его вины. Но все улики указывают. Убийца курит. ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Тим. Скоро выхожу. Я могу быть свободной? Я буду вам признателен. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Олег Федорович, мы, в общем, все проверили. Он действительно бегал в то время, когда совершались эти ограбления. Хотя без этих свидетельств понятно, что он причастен. Ну что, молодец. Передавай дело в прокуратуру. Олег Федорович. Да. Ну, все-таки меня что-то смущает в этом деле. Артюхов, он, конечно, не профессор, но он не такой идиот, чтобы грабить в том, в чем бегал. Миш, ты мало раздолбаев в своей практике видел? Каждый второй из них уверен, что кого-кого, а его поймать у нас мозгов и не хватит. У него дома даже награбленное нашли. Так что передавай дело в прокуратуру и не мудрей. Хорошо, завтра передам. Давай. Прошу. Я безумно рад, что мы наконец-то вместе. Тим, мы просто пришли поужинать. Да-да, именно это я имел в виду. Как тебе в нашем ресторане? Да, мне нравится, я вас здесь очень люблю. Ну, мы с Томой старались. Я могу помочь тебе выбрать, хочешь? Давай, давай. А для начала я посоветовал бы начать с салатов. У нас здесь есть очень вкусный салат с перепелами. Прости, пожалуйста. Мне надо выйти. Что? Что не так? Что не так? Угоди, что такое? Что? Что не так? Дело не в тебе. Прости, пожалуйста. Хорошо. Уже хорошо, что делать во мне. А в чем тогда? Потому что мы только пришли. Мы еще не успели ничего заказать. Нет, мне просто надо было выйти одной. Прости. Ты хочешь пойти в другое место или что? Я не понимаю. Нет, я просто не понимаю, зачем мне все это? Что случилось? Спокойся, спокойся, спокойся. Все нормально. Объясни, объясни, что не так. Господи, я не хочу это все видеть. Чего видеть? Объясни нормально. Я не понимаю. Там пара. Девушка и молодой человек. Мне кажется, ему нельзя быть сегодня вместе. Почему? Она умрет. Спасибо. Что-то случилось? Нет. Пока что. В каком смысле? Что с вами? Я не знаю, как вам это объяснить. Послушайте, вам нельзя сегодня вместе уходить. Вы знакомы? Первый раз вижу. Пожалуйста, поверьте мне. Вам надо сегодня уйти по отдельности. Девушка, вы нормально себя чувствуете? Пожалуйста, вы встретитесь завтра. Если вы уедете сегодня вместе, случится беда. Так, ладно, хватит. Пошли. Нас ждут. Встань мне, встань. Юла. Юла. Молодец. Задовала сказать. Пришли результаты экспертизы. Кровь на манжете убитой. Не принадлежит ее предполагаемому убийце. Как его? Артюхова, да? Это очень плохо. А почему плохо? Потому что вся доказательная база сыпется. Она и так пошла на трещит. Да ладно, перестань. У тебя против него достаточно доказательств. А укус? Ты говорила, что он сильно укусил нападавшего. А у Артюхова нет следов укуса. Во-первых, это было предположение. Во-вторых, она могла укусить его за куртку или получить эти повреждения от зубов вообще при других обстоятельствах. Все равно у меня такое чувство, что мы что-то упустили. Что у тебя? Чувства? Да. Угадалки своей набрался. Вика хороша. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Что случилось? Проходи. Это ты ее обидел? Да ты чего? Нет, конечно. Сидели в ресторане, с собой общались. Потом она отскочила, побежала к каким-то ребятам, начала какие-то странные вещи им говорить. Ладно. Хорошо, я с ней разберусь. Иди. Иди. Ладно, давай. Давай. Тетя Катя, здравствуйте. Привет. Ой, а вы чего такая глупостная? Никилышка, тетя Катя немножко расстроилась? Давай я с ней поболтаю, а ты иди разучивай милую партию, хорошо? Хорошо. Захочешь говорить, расскажешь? Не захочешь, я в душу лезть не буду. Захочешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Там в ресторане была пара, девушка и парень. Я думаю, что им нельзя быть сегодня вечером вместе. Мне кажется, случится беда. Мне кажется, она умрет. Но что именно ты видела? Не знаю, они где-то поедут вместе, но я точно не знаю. Ты все равно не сможешь всех спасти. Тебе нужно научиться относиться к этому спокойно. Мне страшно, понимаешь? Я больше не хочу ничего видеть. Ты думаешь, что от этого можно избавиться? Я не знаю, но я хочу быть снова нормальной, понимаешь, как все нормальным человеком. А вместо этого я все время вижу чьи-то страдания, чужую беду. Вот смотри. Я сейчас разговариваю с тобой. А Никитка занимается. И все это благодаря тебе. Если бы ты тогда нас не остановила, нас бы не было сейчас в живых. И маленькой Настеньке, которую похитили, тоже не было бы в живых. И ее родители не были бы счастливы. И убийца твоей сестры остался бы безнаказанным. Это тебе свыше дано, чтобы спасти всех, кого можно спасти и наказать тех, кого должен наказать. Я не знаю. Дома я и не знаю. Давай так, я пойду уложу Никиту. Вернусь и мог. Никитушка, давай пойдем спать. Ты молодец. Ты просто умница сегодня. Давай. Спокойной ночи. А я вернусь со вторым бокалом. Вернусь. Полумел, полумел! ВЖБ... Да, Леш. Я не приду. Я больше не работаю в полиции. Да. Михаил Александрович. Да. Я Кате звонил. Она сказала, не придет. Заболела, что ли? Вообще не придет. Она сказала, что у нас больше не работает. Это ее решение. Ну, погода волшебная просто. Ксюша. Ксюшенька. Мне тебя так не хватает. Ксюш, прости меня. Все правильно. Все так, как и должно быть. Ты, главное, не бойся ничего. Не беги, ладно? У тебя все получится. Я в тебя верю. Я тебе верю. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Передумали? Передумала. Очень по-женски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кать, можно поговорить с вами? Конечно. Кать, я хотел с вами посоветоваться по делу Игоря Артюхова. Да? А разве дело не считается раскрытым? Да оно считается раскрытым. Просто мое профессиональное чутье подсказывает, что мы там не до конца разобрались. Интуиция? Интуиция, чутье, называйте как хотите. Просто чувствую, что мы не до конца отработали, фактов маловато и... Но вы издеваетесь? Я на начальство? Да никогда. Между прочим, интуиция, это когда профессиональный опыт подсказывает, что некоторые разрозненные факты можно сложить в одно и увидеть... И увидеть то, чего не видят другие. Да, вы знаете, мне это очень знакомо. Хватит издеваться. Давайте по делу. Хорошо, давайте. Помните, я говорила, что бомж нас обманывает? Ну да, мы допросим его еще раз. Ну, я боюсь, что он вам больше ничего не закажет. Мы с ним очень хорошо побеседуем. Если бы не против, я бы хотела встретиться и побеседовать с Игорем, моего женой. Вот я как раз об этом хотел вас попросить, Катя. А, ну тогда давайте сначала встретимся с его женой. А почему сначала с женой? Ну, чтобы лучше понять Игоря. Игорюк, он только с виду такой большой, грюмый и нелюдимый. А так он очень добрый и ранимый, как ребенок. Просто не складывается у него с людьми. Если вы не против, можно я осмотрю квартиру? Да, конечно, если нужно. Да, Петь, докладывай. Понял. Ты была права насчет бомжа. Мне уже не удастся его опросить. Его специально убили. Да я-то имела на виду, когда говорила, что он ничего не расскажет. Надеялась, что ошибаюсь. Почему не сказала? Не была уверена. Понятно. Я не всегда понимаю свои ощущения. Добрый день. Здравствуйте. Вам помочь? Да, пожалуйста. Какого цвета костюм? Вы не себе берете? А, нет. Я у друга день рождения. Я ему подбираю галстук. Вот как раз. Отличный выбор. Он подойдет практически под любой костюм. И цена хорошая. Всего тысячи пятьсот. Гривен? Да. Прекрасная цена. Могу предложить вам подарочную упаковку. Завернуть? Да, очень красиво, чтобы было. Одну секундочку. Он так по миру пойдет. Носовые платки туда-сюда, но на галстуках разориться точно. Отстань от него. Может, ему у нас удобнее покупать? Угу. Только почему-то покупать ему у нас удобно. Только когда твои смены. Михаил Александрович, а можно сейчас как-то выяснить, есть ли у Артюхова шрам на спине? Интересный поворот сейчас. Да. Женя что-то скрывает. Нужно выяснить про шрам. Ага. Лех, ну что ты так трубку-то долго берешь? Короче, смотри, нужно выяснить, есть ли у Артюхова шрам на спине. Я же отпрашивался. А кто там из наших? Антоха должен быть. Ну тогда передай ему, чтобы он выяснил все и позвонил мне срочно. Все, давай. Сейчас выясним. Слушай, ты есть не хочешь, а кафешку здесь знаю одну. Небдалеку. Ну, как и вы сегодня без обеда. Ну, прекрасно. Слушайте, у меня же пирог есть. Да? Да. Ну, подожди. Еще никому. Бомжи в подъезде, мы пошли в машину. Да. Да, подожди, ты глупый, слышишь? Ну, ждать это не моего. Ко мне с ним на следователя подходи. Потом расскажешь, любимая. Со спиратом? Да. Сама пекла. Ну, да, Антоха. Хорошо, спасибо. Давай. Нет там у него никакого шрама. Я так и думала. Тут другой мужчина замешан. И этот мужчина был недавно у них в квартире. Знакомый, родственник? Нет. Любовник. Любовник? Ты ее мужа видела. Он любому любовнику глаз знает. Ну, Михаил Александрович, ну как вы можете себе при мне так выражаться? Ну, подожди, пожалуйста. Мужской коллектив грубее. Ну, теперь у вас не совсем мужской коллектив. Ну, к этому тоже надо привыкнуть. Пойми меня. Спасибо за пирог. Пожалуйста, вкусно? Очень. У меня еще есть путь. Нет, спасибо, я же мало ем. Поехали, я тебя до метро подкину. Только на работу, пожалуйста, завтра не опаздывай. А то два дня работаешь, а приходишь, когда в голову возбредет. Ну, моих мужиков просто расхолаживаешь. Хорошо, извините. Больше не буду. Кузя, привет. А у нас с тобой здесь уютнее стало, правда? Так. Все? Хорошо. Занитатная. Ого! Я тебе не наломала никаких планов. Да нет, ну, слушай, нет, конечно. Я сейчас вот буду ужин готовить. Проходи. Привет. 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 Ну, чего стоишь? Чайник закипает? Да? Очень хорошо. Очень хочу есть. Голодный, как зверь. Ох! Я думала, ты быстро поешь. Хочешь, мы пиццу закажем? Не хочу. Лишенька, в чем твоя претензия? Я работаю так же, как и ты. Когда мне готовишь? Я слышала, вы там с новенькой делом Артюкова занимаетесь. Кто настучал? Я свои стучинки не выдаю. Я этому твоему Лехе глаз набью, чтобы не трепался. Зачем тебе это надо? Тебе других дел не хватает? Есть некоторые нюансы, которые нас смущают. У вас? Отлично. Вик, не начинай, пожалуйста, а? Ну, действительно, там слишком все гладко как-то. Бомжа этого слишком вовремя убили. А каталка твоя что думает? Она со мной согласна, а я с ней согласен. Мы считаем, что мы что-то упустили. Да даже какие у нас перемены. Вообще-то первые два дела она сама раскрыла. И висяк с велосипедом раскрыла за полдня. А сейчас мы просто вместе работаем. Олег Федорович, если узнает, он тебя раскурт. Я надеюсь, он не узнает. Ты ему статистику бортишь. А я не хочу сажать людей ради статистики. Хорошо. Я поняла. Я на твоей стороне. Спасибо. Чайок будешь? Нет, давай, давай. Я когда у вас была, мне показалось, что ты чем-то расстроена. Да все по старому. Все те же проблемы. С Васькой ругаемся вечно. Ванька вообще не слушается. Круг отбился. Не знаю, устала я. Ань, он тебе прекрасный мужчина. И любит тебя. Да не переживай ты так. Все наладится. Ну ладно. Мне интересно все это. Слушай, а что от тебя Тим хотела? Я просто видела, вы от нас вместе уехали. Да ничего не хотела. Предложил подвезти. Ничего. Ничего. Подвез. И все? Угу. Все. Ну что ты как маленькая, Кать? Я же серьезно спрашиваю. А я серьезно отвечаю. Мы прощались в подъезда, и я пошла к Татьяне Борисовне. Ой, Катька, будь с ним поаккуратнее. А ты почему? Он как друг замечательный, да. Я как мужик просто бабник. Но я знаю очень много девушек, которым он жизнь попортил. Он сначала хорошо ухаживает, а потом, когда из-за него голову теряет, выбрасывает, как мусор ненужный. И переключается на других. Не хочу, чтобы ты вляпалась в это, а потом рыдала у меня на плече. Ань, ну что ты там надумала? Я ничего не надумала. Просто знаю его хорошо и переживаю за тебя. Можешь не переживать. Тим мне. Мне нужен. За нас. Молодец. Да, мой бы Вадька такой не собрал. Да ладно. Спасибо. Пожалуйста. Олег Федорович, можно? Да, заходи. О-о-о, здравствуйте. Здравствуйте, мальчик. Кормилица вы наша, не дадите нам похудеть. Катюш, здравствуйте. Здравствуйте. Ну как ты тут, не обижают вот эти тебя? Да. Привыкаю. Здравствуй, Мишенька. Здравствуй, маменька. Из Пеклатова и любимая. По твоему заказу специально. Угощайся. Катя, Борисовна, не забыли, спасибо. Ой, ой, ой. Давай ешь, бери. Угощайся, угощайся. Спасибо. Можно еще? Ну, конечно, бери. А что в них такого особенного? Да ничего в них особенного нету. Просто они со шпинатом. Ты ешь, ешь. А со шпинатом я редко готовлю. Понимаешь, Мишка с детства шпинат не любит. Его подулом пистолета, не заставишь его есть. Вот. Да, Олег Федорович. Ага, сейчас зайду. Извините. Мальчики, ну, берите еще. Ну, что сахар мало взяли-то, а? Вы мне рецепт... Миша, что тебя в деле Артюхова не устраивает? Олег Федорович, я... Погоди, не перебивай. Других проблем нет? Олег Федорович, я только... Дай договорить. Раскрыли дело, оформили, и слава богу. И забыли о нем. Нет, он опять начинает рыться. Не у тебя будут проблемы, у меня. Миша, ну, в самом деле. Ну, что тебе приспичило? Мы обнаружили труп того самого бомжа, который указал на Артюхова. Ну, и прекрасно. И ищи того, кто его грохнул. Но зачем же приплетать со стороны? Да это не со стороны. Олег Федорович, Катя тоже считает, что мы что-то важное упустили в деле Артюхова. Ты ее к этому привлек? Вы же сами сказали ее привлекать к серьезным делам. Я выполняю ваши приказы. Миш, ну ты хитрец. Не без этого. Ай, хитрец. Пусть Катя ко мне зайдет. Мог бы и не звонить, а только подумать. Да, Катя, заходи. Здравствуй, дорогая. Олег, я только поздороваться. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Я тут. Пирожков всей вашей банде испекла. Будешь? Ну, а то я их никогда не откажусь. Отлично. Я ухожу, ухожу. Не буду вас отвлекать. Тебе, твои любимые пирожки, я на столе поставила без шпината. Катюш, ну, заходи. Заходи к нам в гости. Не забывай, хорошо? Конечно, Татьяна Борисовна. Пока. Вызывали? Вызывал. Мне тут Михаил Александрович рассказывает, что ты якобы полностью поддерживаешь его в том, что дело Артюхова рано считать раскрыто. Да, я в этом полностью уверена. С чего вдруг? Ну, во-первых, я чувствую, что Артюхов не совершал убийства. Вычеркиваю, чувством дело не подошьешь дальше. Ну, во-вторых, я видела... Я видела, что убийца курит, а Артюхов сигареты на дух не переносит. Так, еще что-нибудь? Да, еще жена Артюхова клянется, что любит своего мужа, но... Но на самом деле? У нее любовник. И ты это тоже видела? Да. Интересное кино у тебя крутит. Проверялись? Не успели. Ну что ж, хорошо. Попробуйте покопаться еще. Есть покопаться. Миша, а сними-ка ты в квартире отпечатки пальцев. Вдруг что-нибудь интересное всплывет? Есть. Есть. Вик, там на квартиру Артюхова группа выезжает. Надо поехать с ними и снять везде отпечатки. Везде, по всей квартире. Особое внимание нужно уделить спальне. Хорошо. А, что я тебе хотел сказать-то? А, Олег Федоровичу докладывать не обязательно. Он уже в курсе. Миша. Что? Это что было? А то, что если мы с тобой дома что-то обсуждаем, начальство об этом докладывать не обязательно. Ну, ты понимаешь, как бы, ну, нехорошо. Но чтобы тебе было понятнее, ну, это как бы такое маленькое-маленькое предательство. Миша. Миша. Ну что, Вика обнаружила отпечатки пальцев в квартире Артюхова постороннего мужчины. В основном в спальне. Значит, я была права. Ну, судя по тому, как жена Арияна говорила о том, что в доме посторонних не было, да. Пробили их по базе. Есть результат? Да, есть. Весьма любопытный персонаж. Раньше привлекался за мошенничество. Петя, поручаю тебе. Кать, ты со мной. Привези его побыстрее. Скажите, Игорь, вам знаком этот человек? Да, вроде знаю. Где вы с ним виделись? Он мебель у нас в квартире собирал. Когда это было? Несколько месяцев назад. У меня тогда еще зарплата ничего так была. Вот мы с женой решили спальню новую прикупить. Вы могли бы нам о нем что-нибудь рассказать? Да что я могу о нем рассказать? Я и видел-то его всего один раз, когда он мебель купленную у нас собирал. Все нам с женой какую-то ахинею нес. В каких он странах был, с какими большими людьми он общался. А сам сидит в раскоряку на полу в спецовке. Клоун. Так что, получается, этот Мальцев тут совсем не при чем? Почему он? Как думаешь? Ну, это же понятно. Он делал у них мебель, оставил свои отпечатки. Кать, отпечатки пальцев так долго не сохраняются. А, ну, я не знал. Ну, к тому же люди время от времени уборку делают, пыль там стирают с мебелью и с пылью все остальное. Я думаю, что Мальцев захаживал туда и не раз. Ну, и Артюхов, он либо не знал об этом, либо что-то скрывает. Я думаю, что они могут быть в сговоре. Не знаю, но не чувствую я, чтобы от Артюхова зло исходило. Да и вообще-то он только с виду такой угрюмый, грубый человек. А так, по сути, он неплохой. Да и мне кажется, он не способен женщину убить. Тебя подвезти? Лена, Зевс, подожди немножко. Не до тебя сейчас. Привет. Привет. Я тебя тут лапшу по-домашнему делу. Ты руки мой. Ага. Ты бы лучше их собаку вывела. И сегодня мам переночу. Пойдем, мать. Миш, ну-ка. Миш. Мам, все нормально. Зевс. Да е-мое. Что ты здесь нашел-то? Иди на место. Иди на место. Миш, ну-ка. Ты, сынок, приходи почаще. Может, кран в ванной почаще. Хорошо. Мои любимые. Стоять, здоровья. Слушай, мам. Он тебе, антеза с вами в последнем деле ничего такого не рассказывал? Он вообще о работе ничего никогда не рассказывал. Ну, может, его что-то тревожило. Если бы тревожило, тем более бы не рассказывал. Ну, может, он говорил что-то такое, что если со мной что-нибудь случится... Что такого он не говорил? А ты чего спрашиваешь? Ну, просто. Это что за тетрадка? Свою старую студенческую нашел. Очень интересно посмотреть, как я учился. В общем, пробки такие жуткие. Я подумал, в чём их стоять? Не при старании пережидая заинокое к своей любимой сестренке. Вот и заехал. Всё-таки вот это, мне кажется, самое стильное. Да, очень хорошо. Нет, серьёзно. Для осенней коллекции, мне кажется, самое то. Да, ну, мне нравится. Что это такое, какой ты сегодня загадочно счастливый? Я? Да ничего. Слушай, а как дела у Кати? Нормально, а что? Да я просто звонил и сегодня писал. Она чем-то занята там. А что это тебе приспичило ей звонить и писать? Да просто хотел узнать, как мне дела. Нет, минутку. Да я от неё что-то хочешь? Я? Ничего. Что, я не могу поинтересоваться, как у неё дела? Чё ты пристал вообще? Я пристала? Это ты ко мне пристал? Что, Катя? Как, Катя? Ты глаз, что ли, на неё положил? Да прям. Чего ты взяла? А то я тебя не знаю. Забудь её, понял? Да сейчас. Слушай, не зли меня. Я тебя таким не выбирала. Какого родители родили, я с таким теперь маюсь. Вот родители тебя сейчас не слышат. А то они тебя не знают. Катя хорошая и добрая. А я? А ты мартовский кот. Спасибо тебе за комплименты. Пожалуйста. Забудь. А вот этого не могу обещать. Это прозвучит банально, может быть, но... У меня такое в первый раз. Я постоянно о ней думаю. Даже спать не хочу. Не, ну, спать, может, хочу. Но я понимаю, что дело не в этом. Не в постели. Вот так вот. Так что насчёт забыть? Ничего не обещаю. Гражданин Мальцев Сергея Ильи. Он самый. Вам придется проедать с нами. А в чём, собственно, дело? Мы объясним на месте. Серёжа, а кто там пришёл? Лерочка, это из полиции. А это из-за той собаки, которая на тебя напала? Послушайте, когда это было? А вы кем приходитесь к гражданину Мальцеву? Я Серёжина жена. Да, я от фирмы занимаюсь сборкой мебели. У них шкафы, кажется, какие-то собирал. Я не помню уже. Когда это было? Да давно, где-то полгода назад. И с тех пор вы там не появлялись? Нет, а что мне там делать? Скажите, а у вас есть шрам на плече? Со стороны спины? Да. Драки по молодости резанули. А какое-то имеет отношение к делу? Никакого. Мы нашли отпечатки ваших пальцев в квартире Артюховых. Преимущественно на шкафах и на кровати. Я же только что вам сказал, что я у них мебель собирал. Ну, спальню, как раз кажется. Я же не в отпечатках там работал. Действительно. Дело в том, что отпечатки держатся неделю максимум. А это значит, что вы были не так давно в квартире Артюховых? Я не так давно был, и то этого был. Не знаю, как сказать. В общем, у нас нет отношения. Но все с ее согласия. Здесь же никакого криминала нет. Криминала нет. Скажи, как твоя кровь попала на манжет убитой? Как вы убитые? Вы о чем? Укус на твоей руке. Сделан не собакой, а человеком. Это собака? Собака, я вам говорю. Да хорош. Любой медик это докажет. Я не понимаю, о чем. Сейчас поймешь. На днях ты проломил голову некому Панфилову Михалу Геннадьевичу. Лицую без определенного места жительства. Думал следы замести, но немножко прокололся. Ты, наверное, просто не подумал, что через его убийство мы на тебя выйдем, да? Давай, пиши, как все было. Может, срок себя избавишь. Ты сам помог полиции выйти на тебя, когда убил бомжа. А Артюхов в это время сидел под стражей. Конечно, не мог этого сделать. Так что ты сам себя подставил. Да, это так. Мы с Сережей любим друг друга. Разве это запрещено? Да нет, не запрещено. Просто интересно, почему вы не ушли от мужа и продолжали жить с ним? А я давно хотела развестись. И Сережа меня постоянно замуж зовет. Но Игорь, он очень вспыльчивый. И от него можно чего угодного ждать. Боялась я, что он что-нибудь с Сереженькой сделает. И Сережа не устроен и в жизни. Ему некуда меня забрать. Он скитается по друзьям, то у одного приночует, то у другого. А вы в курсе, что ваш Сереженька за последних несколько дней убил двух человек? Вы шутите? Да какие шутки? Это доказано. И вы были в сговоре с ним. Ваш Сереженька во всем признался. Это я все сделала. Сережа здесь совершенно ни при чем. Это я покупала ему одежду и одеколон, как у Игоря. Он не мог мне отказать. Он очень меня любит и всем сердцем желал, чтобы мы были вместе. Кстати, вам, наверное, будет интересно узнать, что у Сергея достаточно давно есть другая женщина. Он с ней живет уже несколько лет. И интересовали его не вы, а ваш квартир. Мальцев очень долго с ней играл. Он постоянно поталкивал ее на какие-то мысли, действия, поступки. И в итоге она сама ему предложила устранить мужа. И Мальцев под видом Игоря в такой же одежде совершает несколько ограблений. Потом подговорил местного бомжа за деньги, чтобы тот попал в полицию по мелкой краже и навел на след Игоря. Ну и затем он, естественно, устраняет этого бомжа свидетеля. А не проще ли ей было развестись с ним? Мальцев Женя не интересовала. Он вообще раньше проходил из-за мошенничества по квартирам. А тут попадается глупая баба, которая тупо влюбляется в него до беспамятства. А живет эта глупая баба с мужем в шикарной, просторной квартире в неплохом районе. И цена этой квартиры не меньше пяти миллионов. Да. Неплохой куш. А кому принадлежит квартира? А в том-то и дело, что квартира не приватизирована. Тут у него расчет был вообще простой. Мужа сажают, она с ним разводится, выписывает его из квартиры. Потом они с Мальцевым благополучно женятся. И он приватизирует квартиру, оформляет все на себя и оставляет эту глупую бабу без копейки денег. Тут даже бегать бы не пришлось, потому что и так все по закону. Ну, а зачем он убил последнюю женщину? А затем, что она сопротивляет застала, она ему руку прокусила и лицо увидела, а это не входило в его планы. Ну, что, молодцы. Передавай поздравления всем ребятам. Что-нибудь случилось? Ты мрачный какой-то. Да не, все в порядке, Олег Федорович. Все в порядке. Ну, работай. Музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушай, как у тебя хорошо цветок мой прижился. А так уютно стало. Спасибо вам большое. Правда, Игорь? Так точно. У нее в Венигородке очень много цветов было. Ну, соседка мне раздала, когда уезжала. Ой, это, наверное, Михаил Александрович. Я его приглашала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Снова селим? Спасибо. Проходи. Раздевайся. А я пока цветы вас просну. Ого, какой букет красивый. И кто это принес? Тим. Какой молодец, Тим. Всем привет. Тим, привет. Что ты стоишь? Иди, открой вину. Тим. 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 Вась, ты что, криворукий? Ты не можешь нормальное вину открыть? Так я же всегда так. Всегда? А тебе не кажется, что у тебя всегда все задом наперед получается? А, Вась? Ты что, Слышня? Что случилось? Да ничего не случилось! Господи, как меня все это достало уже! Вась, отстал. Ты чего? Просто не трогай. А давайте садиться за стол. Только стула нам не хватает. У меня в спальне там еще есть... Давай я принесу. Ага. А что происходит, Тим? Ты о чем? Ну, я тебя хотела спросить. Сама с тебя не читаешь, на звонки ты не отвечаешь. А, ты об этом, боже. Да у меня просто много работы сейчас, как-то нет времени. Ты не обращай на это внимания. Не обращай внимания? Да. А может, ты на меня внимание обратишь? Смотри, какой букет красивый. Мне ты таких не даришь. Ну, я просто боюсь, что Вася не поймет. А то, что ты спишь со мной, поймет? Правда, Тим, я не могу так больше. Мне надоело уже морочить всем голову. Я сейчас пойду и расскажу все, Вася. А ты чего? Да чего? Мы столько лет уже прячемся. Сколько можно, Тим? Подожди. Что подожди? Я не хочу ждать. Ну, подожди. Мы обязательно об этом поговорим. Ну, давай чуть позже. Не сегодня. Итак, уважаемые дамы и господа, объявляется конкурс на самый быстрый танец. Есть ли желающие? Вот, девушка молодец. Неужели среди джентльменов не найдется храбреца, готового сразиться за главный приз? А я напоминаю, наградой победителю будет путевка на Мальдивы от директора фирмы. Конечно, храбрец, прошу вас, прошу. Ну, честно говоря, про Мальдивы я пошутил, но джентльмены не отступают. Вот еще джентльмен. Подарим аплодисменты нашим конкурсантам. Ну что, зарядились положительной энергией? Тогда поехали! Активнее, активнее! Активнее, активнее, активнее! Смотрите, не так активно. Берегите сердце. Спокойненько, спокойненько. О, попались! Ромка! Ромка, хочешь идти с Кожанку? Выходите. Что мне теперь? Без вас тусолаться. Ладно, пошла. Как выходные прошли? Ну, все нормально. Полиция прибыла. Проходите, пожалуйста. Здрасте, моих ребят разместите где-нибудь? Ну, конечно. Поведите. Ну, вот здесь можете подождать. Управляющая приказала со столов ничего не убирать и оставить все как есть. Вот это правильно. Вот это погуляли. Поведите. Смотри. Друзья, мои дамы и господа, посмотрите выводочку вашего внимания. Смотри, смотри, как зомби. Перестань. Кать, что там твой телевизор показывает? Ну, а теперь танцы. Попробуй, привет, друзья. Кать. с возвращением. Ну что, как они тут до жмуреков докатились? Я выйду, выйду на воздух. Что ты предлагаешь? Я хочу услышать от тебя, что ты предлагаешь. Нет, что ты предлагаешь? Ты начала этот разговор, что ты предлагаешь? Я вообще-то спросила первой, что ты предлагаешь? Аня, шесть лет одно и то же, что ты хочешь от меня? Ладно, хорошо. Я больше тебя верить не хочу, понял? Никогда вообще! А кроме участников корпоратива и ваших сотрудников в здании был кто-то? Нет, этот корпус был полностью арендован под эту фирму и все. Мне нужны будут записи с камер видеонаблюдения. Хорошо, мы предоставим все. Меня особенно интересуют камеры, которые находятся внутри здания. Ну, у нас камеры только на внешней группе, а внутри корпуса и рядом с ним камер нет. Почему? Ну, дело в том, что у нас бывают разные гости, в том числе представители крупных корпораций, властных структур. Для них самое главное, чтобы их личная жизнь оставалась, так скажем, за кадром. Вы меня понимаете? Конечно, понимаю. Понимаю. Безопасность не в счет. Пойдемте. Общий привет. Да я забыл, прости. Ну, рассказывай. Жанна Владимировна Пушкова, 27 лет. Смерть наступила с часу до двух ночи. Предварительно задушена. То есть труп обнаружили практически сразу после убийства, да? Ну, получается, что так. Только это не ее номер. А чей? Другого сотрудника компании, Романа Кириллова. А где он? Я не знаю. Он пропал. Уехать мог? Ну, я как только узнала об убийстве, приказала никого из здания не выпускать. До приезда полиции. Даже охрану по периметру поставила. А до этого? До этого, да. Конечно, мог уехать. Номер убитый осматривали? Тем, номер убитый осматривали? Миш, ну, нет, не успели еще. Мы сами как полчаса назад приехали. У нас есть мастер ключ от всех номеров. Я заглядывала туда, когда мы осматривали все номера в поисках пропавшего Кириллова. Там все чисто, ничего подозрительного не было. Угу. А у нее был ключ от этого номера? При ней даже ключа от собственного номера не обнаружено. А ее номер был закрыт? Да, так точно, заперт был. Угу. Тем, сходите, осмотрите ее номер. Миш, вернись домой, пожалуйста. Я понимаю, что я виновата и… Простите, пожалуйста, будьте добры, мне еще списки гостей и сотрудников компании. Да, хорошо. Кать, не обращай на них внимания. Ну, правда, ну, ты сама понимаешь, работа такая, пару выпускают. СМЕХ Эй, голубки! Михаил Александрович всех собирает. СМЕХ 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 Что там по камерам на въездах? Я взял запись за сутки и просмотрел ночь. С 22.00 никто не выходил и не выезжал. Вот. Значит, он мог до нашего приезда легко уйти через забор. Поэтому, Петь, возьми данные этого Кириллова у сотрудников и объявляй его в розыск. Есть. А нам придется опросить всех присутствующих. А их около сотни, поэтому это надолго. Кто б сомневался. И камеры не забываем включать, да? Кать, ты со мной. В голове не укладывается. Для нас это такая трагедия. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилию, отчество, должность. Агафонцев Леонид Павлович. Собственно, я директор компании «Агроплан». Жанна была таким милейшим человеком. Я даже представить не могу, кто бы мог такое с ней сделать. Например, Роман Кириллов. Он предложил эту поездку в пансионат. Мне мысль понравилась. Ну и коллектив был в восторге. Михаил Александрович, можно вас на минутку? Извините. Мы обыскали номер Жанны Пушковой. Похоже, у нас вырисовывается нечто интересное. Сумка с белым веществом в запаянном пакете. Мука. И сколько там ее? Около трех килограмм. Это девочка. Припевочка. Так, ладно, я вызову кинолога и эксперта. Оформите там все, как положено. Отпечатки пальцев. Ну, короче, ты знаешь. Все, нам еще кучу человек надо опросить. Миша. Пожалуйста, возвращайся домой. Да я почти все время на сцене был. Что я мог видеть? Сколько всего артистов работало на корпоративе? Да, много разных команд работало. Аниматоры, танцоры, диджей. Слушайте, обычная программа ничем не примечательна. Ну, наша работа какая? А да, я принес ее в шеллон. Что я мог увидеть? Давно здесь работаете? Ничего. Несколько дней. У них как раз был наплыв в праздниках, в мероприятиях. Вот и наняли людей. Ясно. А значит, ничего необычного не было? Да вроде нет. Если вдруг что-то вспомню, я обязательно вам сообщу. То есть Жанна посвящала у вас свои личные переживания, свои дела? У нас тайн друг от друга не было. Но что касалось ее личной жизни, она не особо любила это обсуждать. А что их могло связывать с Романом Кирилловым? Они тщательно скрывали свои отношения друг с другом. Жанка была замужем. Но я знала. Кстати, у нас главный руковод поменялся. Ничего, двигаемся. Продолжаем движение. Роман после экскурсии не очень хорошо себя почувствовал. Сказал, что у него голова болит. И, в общем, все время провел в номере. В ресторане появился, но ненадолго и по-тихому ушел. А Жанка где-то минут через 15-20 тоже ушла. Вы упомянули о том, что дважды приходили за ними в номер. Да. Первый раз они не открыли. А потом, через полчаса, когда мне совсем скучно стало, я еще раз вернулась с Жанкой, но дверь уже была не заперта и... Жанка там лежала мертвая. Если бы я тогда зашла, то я бы могла спасти Жанку. И если бы вы тогда вмешались, у нас бы сейчас было два трупа. Ваш и ваши подруги. Здесь я веду допрос, а ты только присутствуешь. Извините. Ты понятия не имеешь, что, зачем и почему я говорю на допросе. Чего я хочу добиться и как я подвожу к этому собеседника. Ты можешь говорить тогда, когда я тебе дам слово. А не когда ты захочешь поиграть в умную. Это? Вам в поведении Жанны и Романа ничего не показалось странным? Не то чтобы странным, но мы вроде как на экскурсии все время вместе были. А тут друг садится в автобус, а у Ромы сумка в руках. Это? Да, точно она. И как он это объяснил? Да никак. Засмеялся, сказал, что я невнимательная. Но я точно знаю. Ну, я спорить с ним не стала. Какое мое дело? В конце концов. Товарищ майор, там просили передать, муж убитой девушке приехал. Хорошо. Вика. Ребята все заняты под твою ответственность. Глаз не спускай. Пойдем, Кась. Пойдем, пойдем. Здрасте. Здрасте. Пушков Геннадий Владимирович? Он сам. Что случилось? Мне никто ничего не рассказывает. Что с Жанночкой? К сожалению, у нас для вас плохие новости. Ваша жена этой ночью была убита. Нам нужно с вами поговорить. Пожалуйста, проводите Инатия Владимировича в комнату, где мы ведем вопросы. Откройте, пожалуйста, дверь. Тихо. 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 Привет. Здрасте, Инатия Владимирович. Ну, зачем вызывал? Сам не мог привезти? Там килограмма три. Нужно определить конкретно, что это за вещество. Ясно, сделаем. Тихо. Привет. Привет. Ты где мотался-то? На переговорах. Ну, и как все прошло? Удачно? Ну, такое. Слушай, я по поводу Ванькиного дни рождения. Ага, да. Ты хоть не забыл, что это уже завтра? Ну, что ты, я всегда об этом помню. Угу. Ну, это хорошо. Я костюмы нашел. Ага. То есть ты когда завтра будешь подъезжать, набери меня, чтобы я вышел, и мы вместе там переоденемся и вместе зайдем. Да, хорошо. Договорились. Погоди. А ты чего такой мрачный? Да ничего. Да нет, Вась, ну. Что происходит? Тим, я же говорю, все... Вась, ну что с тобой? Я же вижу. Не со мной. Как? А с кем? С Анькой мы... С Анькой ругаемся мы часто. Кричит на меня постоянно. Ну, это нормально. Бывает. Да нет, Тим. Мне кажется, там все сложнее. Походу, у нее кто-то есть. У кого? Ну, у Аньки, что ли? Да ты что, ну? Ты не понимаешь, я... Я ее своим присутствием раздражаю. Она по любому поводу на меня собак спускает. Вась! Ну, это же женщины. Ну, у них настроение сегодня одно, завтра другое, понимаешь? Меняется вот так. Ты никогда не уловишь эту штуку, понимаешь? Вась! Да ну кто, Аня, чтобы тебе изменяло? Ну, это бред какой-то просто. Правда, не думай об этом. Да? А, ну проехали. Хорошо, Тим, я погнал. Давай. Завтра в пять ждем тебя. Хорошо. Вась, правда, ну не валяй дурака. Ну чего ты? Ну? Какие наркотики? Вы о чем? Я не понимаю. Если я задаю какие-то вопросы, значит, я имею на то основания. Полтная чушь. Она бы себе никогда этого не позволила. Поверьте, я б знал. А где вы были этой ночью? Дома, спал. А чему вы спрашиваете? И никуда не ездили? Нет. А вы не допускаете возможность, что у вашей жены была связь на стороне? Какая связь? Любовная. Вы что, какую-то грязь хотите откопать? Вы лучше убийцу найдите. Моя Жанночка была чистый, ясный человек. Геннадий Владимирович, успокойтесь, пожалуйста. Кать, выйдите, погуляйте. Извините, пожалуйста. Молодой сотрудник, неопытные чувства. Так-то совершенно нет. Давайте продолжим. Катя, я же просил не встревать. Мне кажется, он совсем не знает свою жену. Это все, что ты вынесла из разговора? Нет. Он еще ездил куда-то ночью на машине. Куда он ездил? Ты понимаешь, что такие вопросы надо задавать в определенный момент? Тем более муж всегда главный подозреваемый. Особенно обманутый муж. Пойдем поздороваемся. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Задачу объяснили? Да. Проверить здание на наличие наркотиков. Если такие есть. Можно погладить? Да, конечно. Она же добрая. Хорошая, красивая. Лучший нюх в подразделении. Наркотики за километр чует. И как зовут тебя лучший нюх? Ну, имя соответствующее. Ванга. Хорошее имя. Не твоя коллега. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я вас там подожду. Простите, я что-то не то сказал? Не обращайте внимания. Мы ее сами редко понимаем. Пойдемте. Давай, Ванга, Ванга, давай, ищи, ищи. Завтра у Ваньки внука день рождения отпразднуем. В семейном кругу и... к себе домой. Я уже билет взял. И телевизор настроил. Правда? Спасибо. Сын? А, Виша. Полицию служит. Мне Катяна говорила. Хвалила. А это с мужем? Да, Саша. Давно? Двадцать лет как. Он в милиции служил. Подполковник. Прости. Нет, ну что ты. Столько времени прошло, я привык. Давай-ка лучше будем с тобой чай пить, а то остынет. Игорь, я тут подумала, а может тебе не надо никуда ехать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кать? Все в порядке? Кать? Кать? Кать, ну что? Ничего. Да что случилось? Скажи. Да я сама толком ничего не поняла. Ты видела что-то? Ну правда какая-то ерунда в голову лезла. Я пока не умею этим управлять. Все помимо меня как-то происходит. Кать, давай ты мне расскажи, а я проанализирую. У него два лица. В смысле два лица? Не знаю. Я вижу, что как бы у него два лица, а человек один и тот же. Какая-то безобидная, это уже как-то слишком. Видишь, я предупреждала. Подожди. И вот этот вот двух лиц, он ее и удушил? Ну да. О, странно как-то. А ты супруну говорила? Ты что? Я еще с ума не сошла. Все, сейчас едем. Ну, а что скажешь? Ну, по первичному анализу внутри пакета кокейн высокого качества. Более озвучено, пока же полная экспертиза. Так что завтра приезжай со своим добром. Хорошо. Давно я не помню, что ты в таком количестве знали. Ну, я поздравляю. Спасибо. Спасибо. Давай, где там черкануть? Так. Здесь. И здесь. Поехали. Все, спасибо, Милла. Данил. Разрешите. Разрешите доложить, товарищ майор? Разрешаю. В помещениях корпуса никаких других наркотических веществ не обнаружено. Замечательно. Спасибо, Игорь. И тебе, Ванга, спасибо. Хорошая сумочка. С такой можно лет десять не работать. Пятнадцать. Там точно наркота? А что еще? Дело если раскроем, в новостях может покажет. А у нас же свой экстрасенс есть. А кто там эту барышню замочил? Кать, расскажи. Так, хороший, Антох. Жену не забудь предупредить, что вместо Коли остаешься на дежурство. С чего, кстати? Там такое. Неважно. Я предупредил супруга. В общем, завтра нужно собрать всю информацию по этому Кириллову, о его окружении, ну и так далее. По Геннадию Пушкову. Проверить алиби на прошлую ночь. Ну и тоже там всю информацию собрать. Ну и просмотреть все дела за ближайшее время, которые связаны с Таркатой. Петь, распределишь обязанности. Кать, есть что сказать? Все, я понял. Всем до завтра, пока. Так, слушайте. О, здорово, Михаил Александрович! Здорово. Слышал, тебя можно поздравить с хорошим уловом сегодня? Ну что, майор, когда будем новую звезду на погонах обмывать, а? Кто уже донес? Да земля слухами полнится. Понятно, трепачи у меня много. Да ладно. Слушай, ну ты-то гадалку свою на кофейной гуще к делу-то подключил? Какую гадалку? А! Ты, наверное, про мою новую сотрудницу, которая уже несколько дел раскрыла. Работает, работает, в поте лица работает. Ну, бывает, Михаил Александрович. Давай. Лер, привет. В общем, я по делу. Мне нужны дела по ОПГ Крайнова, кличка Край. Это ж еще 90-е годы. Да, в 96-м году ликвидировали. Ну, тогда жди. Тогда жду. Лера, у вас вообще строгий учет с тем, кто какие дела запрашивает? Если отправляем кому-то, то да. Ну, если так, зашел посмотреть, а заодно посмотрел еще одно. Глянуть просто дадим. А что? Ничего. Ну, серьезно. Ну, просто любопытно. Работа у меня такая. Вы что-то хотели? Перчатки. Вот эти. Зимние? Ну, конечно. Хорошо. А, сейчас. Я карточка. Да. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за покупку. Спасибо. Перчатки забыли. Спасибо. Я Леха. Сейчас. Алексей. Очень приятно, Алексей. И мне. Варвара. В смысле Варя. Чек не выбрасывайте. Варвара. Я там. Рагу делаю. Сейчас готовиться я тебе сюда принесу. Я испачкаю здесь. Ну, ничего. Я уберу. Чего ради Вика? Миш, ну, прости меня. Ну, преревновала тебя к этой новенькой. Ну, прости, я правду. Можно я тебя об одной вещи попрошу? Никогда ничего не делай за моей спиной, даже если считаешь, что делаешь это во благо. Я поняла. Что? Чего он грустный такой? Устал? В архиве был. Дела отца просматривал. Почему? Что-то новое выяснилось? Выбраться надо. Ой, горит. О, привет. Всем привет. Привет. А, говорят, кто-то стал на год старше. Это я. Смотри, какой он пистолет. Мне дедушка Игорь подарил. Ух ты. А вот еще тебе смотри. Держи, поздравляю. Прости большой. Слушается маму и папу. Класс! Спасибо! Пожалуйста. А где дядя Игорь? Я хотела попрощаться. Ну, чего с ним попрощаться? Он решил задержаться, он сейчас куда-то по делам поехал. А мы и рады, может хоть кран в ванной починит. Ну, конечно. Нам же кроме моего папы некому краны починить. Да, Вась? Так, вы идите одевайте быстрее, а ты раздевайся. Я ставлю кося. Да нет, Аня, я на секундочку перед работой вот сбежала поздравить. Поставлю на работу, мне супруга жизнь не даст. Все. Пока. Пока. Ну, правда, ну, идите уже. Ну, ты же опоздаешь, Вась. Не доедай уже. Конфеты, конфеты не забудьте. О-о-о! Ё-о-о! 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 Ё-о-о, моя! Эх, жалко все-таки, что ты романы на работе не заботишь. Слушай, ну, Катю, хватит. Но я же правда молодец. Конечно, молодец. Я за тебя очень рада. В киноте не собираемся идти или в кафе, я не знаю. Слушай, правда, я просто волнуюсь, ну, вот что говорить. Как одеваться? Леша, ты не волнуйся, ты. Все будет хорошо. Надо, чтобы идеально все было. Я хочу, чтобы она поняла, я тот мужчина, который ей нужен по жизни. Да, она уже давно поняла. Еще задолго до того, как ты решился к ней пойти. Да? Катя, как это прекрасно, что у тебя такой замечательный дар помогать людям. Чего? Ну, вот с девушкой твоей прям картинку живую я увидела. Как ты к ней подходишь, как она смотрит на тебя. Убийство по этому, ну, прям чепуха какая-то в голову лезет. С человеком этим, у которого два лица. Ну, вот вопрос, как он сюда попал, в пансионат? Я пытаюсь настроиться, а у меня ничего не получается. Эй, эй, ты чего? Кать, я к тебе не сомневаюсь. Все получится, да? Пойдем. Роман Кирилла, собственная персона. Ух ты. Это что, он девушку свою убил и пошел в сердце вырезать себе? Очень надеюсь. А кто его нашел? Да вон дворник с утра дороже. Миш, мы труп опознали. Это, как ты и предполагал, разыскиваемый нами Роман Кириллов. Есть. Скажите, пожалуйста, день заезда гостей и артистов на корпоратив. Никто посторонний не появлялся? Нет. Может быть, кто-то отдельно заезжал? Я в тот день на воротах не стоял, надо у ребят спросить. Так, Леша. Да. Возьмите, Катя, его фото и опросите людей в соседнем корпусе. Есть. Петя, здесь профессионал работал, один удар – и мгновенная смерть. Мы обнаружили отпечатки пальцев Кириллова на сумке, которую изъяли из комнаты Пушковой. И только его. Кто бы ему сумку не передавал, он позаботился о том, чтобы не оставить на ней своих пальчиков? Да и подруга его вряд ли была настолько хитрой, чтобы свои затирать. Угу. Да я тоже думаю, что Пушкова-то на самом деле не знала о наркоте. А Кириллов по какой-то причине спрятал сумку в ее номере. Получается так. А зачем? Да и вообще что там по отпечаткам в их номерах? Они оба побывали и там, и там, плюс стандартный набор отпечатков от персонала. Там одна горничная на этаже. Не густо. Но есть и кое-что обнадеживающее. Под ногтями Пушковой были обнаружены частицы крови и кожи ее предполагаемого убийцы. Так вот, группа крови и ДНК Кириллова не совпадает с группой крови и ДНК и убийцами. Да это понятно, что их убил какой-то другой человек. А у нас есть его ДНК? Да, Антон. Михаил Александрович, я опросил консьержку в подъезде Геннадия Пушкова. Мужа убитый. Нет у него алиби. Вечером ехал на своей машине, а вернулся только среди ночи. Ага. Ну, отлично. Все, тогда ищи его и привози ко мне срочно. Я до сих пор не могу поверить в случившееся. Я не хотел ее отпускать на этот корпоратив, как чувствовал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы там были? Где? Там, в пансионате той ночью. Я же вам говорю, что я никуда не ездил. Вы были там. Ладно, все, давайте рассказывайте. Вы живете, мы все знаем. Да, я подъезжал туда. Это правда. Я ее ревновал. Сильно. Хотя она поводов мне не давала. Наверное, потому что сам не без греха. Впервые отпустил с поводка так далеко. Потом, знаете, что-то внутри екнуло. Я сел в машину, рванул. Но я так на территорию не заехал. Я не зашел вовнутрь пансионата. Во сколько это было? Около полуночи. Я еще хотел в психе зайти, так сказать, своими глазами все увидеть. Ну, думаю, что я делаю? Я же и себя, и ее опозорю своей ревностью. В итоге я ушел оттуда. Ага. Давай, спасибо. Знаете, потом еще на заправку успел заехать. Кофе взял. А в пансионат так и не заехал. Я теперь об этом очень жалею. Вы можете быть свободны. Я не понимаю, вы отпустили его и даже не взяли анализ ДНК? Да потому что по времени не совпадает. Да, там все так и было. И он приехал к этому пансионату, посидел в машине, уехал. Но Кириллова звонила он. И приезжал он к пансионату не в пять, а раньше. Настоящего убийцу мы прошляпили. То есть вы думаете, что он скрылся до нашего приезда? Или уехал позднее, когда мы всех отпустили. Мы-то думали на Кириллова и искали его. А настоящий убийца ушел. Ладно, иди к себе, я скоро зайду. Угу. Я думаю, что муж здесь совсем ни при чем. А если от кокаина плясать? Олег Федорович, ну, допустим, мы узнаем происхождение порошка. Узнаем, откуда он. Дальше-то что? Резонно. Остается только отрабатывать связи этого убитого. Получается только так. У тебя что-то еще? Ну, говори же. Нашел. Нашел тетрадь отца. И? Отец вел группу Крайнова, в том числе дела по коррупции в милиции. Миша. Что это за цифры и инициалы? Послушай. Это дело давнее. Зачем ты полез? Олег Федорович, это касается моего отца. Я хочу знать, кто и за что его убил. Я был в архиве, там нет в деле ни слова о деньгах. Я не собираюсь с тобой это обсуждать. И не лезть в это дело. Деньги за насилие через отца? Я все сказал. Кать, а это правда, что тебе привиделся дракон с тремя головами? Антон. Ну, во-первых, не с тремя, а двумя. А во-вторых, не головами, а лицами. Жуть. Кать, ну расскажи. Ну, Кать. Катерина. Здравствуйте. Ну, за Трепло. По рожем бы вам дать. А что здесь происходит? Мордобой мне здесь не хватало. Извините. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кать, подкалываются? Да достали уже. Ну, не по-дружески. По-дружески? Ну? И вы по-дружески. А я чего сейчас? Мне-то за что прилетело. Кать, ну, чем сильнее они это делают, тем быстрее у тебя включаются внутренние резервы. Ну, я же девушка, зачем мне включать эти внутренние эти резервы? Слушай, ну, это вообще не проблема, на самом деле. Следующая проблема, это... Тут место одно есть. Пойдем сходим. Угу. Кать, я приказываю. Пойдем. Так. Спасибо, но я кофе ночь не пью. А кто сказал, что тебе кофе? Тебе вот кофе мне. Давай, давай, тебе сейчас это нужно. Кать, это приказ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я вот что хотел тебе сказать. Ты учись ставить людей на место. Ты это можешь. Любая женщина это может. Чего ты с этими дурачками возишься? Они прикалываются на тобой, а ты обижаешься. Давай еще. Так, судя по выражению твоего лица, разговор будет долгим. Пойду себе возьму. Вдвоем веселее. Ой, осторожней. Господи, не упадите. Кто кого держит, стихо. Ну все, все, вот мы пришли, это мой дом. Нормальный. ВСХЛИПЫВАЕТ Господи, Михаил Александрович, я вас никогда не видела в таком настроении. Хотела сказать состояние? Нет, именно мрачное настроение. Ты простудишься. Нормально все. Не надо тебя знать. Маленькое еще. Все запомнило, что я тебе сказал? Да, все запомнило. Ну? Никому не дала себя во виду. Ну и что ты там еще? Оставить поясничество. Оставить маршетку. Шагом марш кругом. Завтра на работу не опаздывайся. Есть не опаздывайся. Шагом марш. Шагом марш. Шагом маршетку. Привет. Шагом маршетку. Шагом маршетку. Шагом маршетку. Раздавайте notingAtal Tentime. Шагом маршетку. Президентник店 WWW Raspberry 2017 Супрен не объявлялся. Нет. А ведьмочка ваша где? Что, и летает где-то на метле. Она нам не докладывает. Цветы от кого? Самим интересно. Пришли в кабинет. Никого нет, цветы стоят. Супрун, как объявится, пусть ко мне заскочит. Хорошо. Ты видел, как занервничал? Да-да-да.